Из Украины пытались вывести редкие фарфоровые реликвии XIX века, фото. Киевская таможня изъяла редкий гарднеровский фарфор, изготовленный в XIX-XX веках. Было несколько попыток пересылки за границу в международных отправлениях трех редких скульптур фарфоровой фабрики Гарднера стоимостью 400 тысяч гривен. Этот фарфор имеет культурную ценность. Подробности сообщает РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на сообщение Киевской таможни в Facebook. Скульптуры пытались отправить из Одессы в Казахстан. Таможенники, учитывая явные признаки старины на скульптурках, направили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины для установления принадлежности их к культурным ценностям. Специалисты музея определили, что это – редкая скульптурная пластика, которая лимитировано продуцировалась частной фарфоровой фабрикой шотландца Франца Гарднера, функционировавшей с 1766 года в Российской империи, для изготовления этого фарфора на фабрике использовали лучшее сырье с территории современной Украины – Глуховский калин. Произведены они были задолго до Второй мировой войны, речь идет о фарфоровых скульптурах – Ниндаль, 1870-1880 годов изготовления, Черногорец, 1880-х годов, и «Мордовские женщины», 1927-1930 годов. Все они – с фабричными клеймами. Общая оценочная, некоммерческая, стоимость изделий составляет 400 тысяч гривен. Среди коллекционеров и ценителей гарднеровских изделий представленные композиции до сих пор вызывают особый интерес из-за лимитированности серий. В настоящее время фигурок сохранилось немного. Аналоги находятся в ведущих музеях и частных собраниях. Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такой разрешительный документ таможенникам предоставлен не был. В отношении граждан, отправлявших культурные ценности за границу, киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по стакану 473 таможенного кодекса Украины, культурные ценности изъяты. Ранее мы писали, что из Украины незаконно пытались вывести уникальный «камень», которому более 160 миллионов лет. А еще рассказывали, что икону XIX века и крестики времен Киевской Руси пытались незаконно вывести из Украины.